Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш новый курс. Меня зовут Олег. Курс наш будет посвящен тому, как самостоятельно изучать Библию. Расскажу немножко о своей жизни, одну маленькую историю своей жизни, а потом задам вам пару вопросов. Я вспоминаю, когда в первый раз стал читать Библию. Это было еще в начале 80-х годов, до перестройки в Советском Союзе. Я слушал христианские радиопередачи из-за границы, и во многих из них говорилось о Библии. Я был тогда еще человеком неверующим. И вот прихожу я в школьную библиотеку, нашел куда прийти в 84-м году и спрашиваю, скажите, у вас Библия есть? Библиотекарь смотрит на меня квадратными глазами и говорит, зачем тебе? Я говорю, хочу почитать. Библиотекарь говорит, нет. Я думал, на этом все и кончилось. А библиотекарь, между прочим, пошла к секретарю парторганизации школы и сказала, что вот тут учащийся Библию спрашивал. После чего этот секретарь парторганизации меня так это по-доброму вызывает и говорит, что ну вот зачем тебе Библия, почему ты такие книжки спрашиваешь? Он говорит, хочу почитать. Я говорю, что там читать? Это же всего-навсего легенды, мифы, Библия. Я говорю, подождите, тогда я совсем ничего не понимаю. Вот ведь я же могу прийти в библиотеку и прочитать легенды и мифы Древней Греции. Если Библия это тоже сборник легенд и мифов, то почему мне дают библиотеки легенды и мифы Древней Греции, а Библию не дают? На что преподаватель истории, подумав буквально пару секунд, говорит, потому что эту мифологию используют наши классовые враги. И потому что эта мифология имеет подрывную силу. Это подрывная книга. Потому что это подрывная книга. Мне стало интересно, что же такая подрывная книга. Потом уже с годами, став христианином, я узнал, что Библия имеет силу Божию. Сила на греческом языке звучит как дюнамис. Это то самое слово, от которого образована русская динамит. Так что в каком-то смысле преподаватель истории, секретарь парт-организации школы был совершенно прав. Библия действительно подрывная книга, как динамит. Она имеет силу Божию. Библию у меня не нашли в библиотеке, зато нашли книгу, написанную еще в 20-х годах 20-го века безбожником, атеистом, который попытался насмеяться, посмеяться над Библией. Книга эта называлась «Библия для верующих и неверующих». Безбожник и атеист, смеясь над Библией, сначала перепечатал буквально большие цитаты, огромные куски Священного Писания, а потом, как ему казалось, их разоблачал. Ну, взял я эту книгу и стал читать. Причем сначала пытался читать и то, и другое. Потом оказалось, что куски Священного Писания читать интересно, но разоблачение читать в лучшем случае смешно, в худшем случае скучно. И перестал я их читать. Вот прочел я весь этот томик, по Ветхому Завету у него книжка, потом по Новому Завету. Именно таким образом вычитывая только то, что говорится только те цитаты из Священного Писания, которые у этого автора есть. Потом взял тетрадочку и стал переписывать для себя только те цитаты из Священного Писания, чтобы получить хоть какое-то подобие Библии, чтобы не отвлекаться даже на богохульные рассуждения безбожного автора. Потом уже со временем появилась возможность читать Библию самому, а что-то не понимал, что-то казалось сложным, недоступным, а потом покаялся, стал христианином. Это долгая история, не буду сейчас ее рассказывать. И на протяжении нескольких лет мое отношение к чтению Библии было примерно таким. Да, Библию полезно читать, полезно изучать, и это интересно, это здорово, но если что-то непонятно, если возникает какой-то вопрос, то для любого вопроса есть простое решение. Надо позвонить пастору и спросить, пастор, вот я тут читаю Библию, и мне непонятно, объясните, пожалуйста. Что, кстати говоря, свидетельствует о том, что Бог благословил меня и мою семью тогда хорошим пастором, потому что пастор ни разу не сказал мне, послушай, почему ты мне звонишь в половине двенадцатого ночи, даже хотя бы ради вежливости постеснялся бы. Ну, со временем стало понятно, что Бог хочет большего, что Бог хочет, чтобы мы сами изучали Священное Писание. Он повел нас с женой и тогда еще одной маленькой дочерью учиться в семинарию. Ну, правда, мы с женой, конечно, это поняли. Дочь, которая всего семь-восемь месяцев была тогда, не понимала, куда и зачем мы поехали учиться. Потом, правда, поняла, но сначала ей было сложновато. Вот. И с того времени Бог сделал меня человеком, который влюблен в изучение Священного Писания, в изучение Слова Божия. И курс, который мы будем с вами изучать, посвящен преподавателю Давловской богословской семинарии, человеку по имени Хауэрд Хендрикс. Хауэрд Хендрикс – человек, который действительно… Видите, когда я у него учился, ему уже было за 70, но он обладал некоторыми совершенно замечательными качествами. Во-первых, при том, что при всех своих степенях он был человеком невероятно доступным. А студенты прибегали к нему и с богословскими вопросами, и с личными вопросами. К нему прибегали посоветоваться, к нему приходили просто поговорить. На чашку чая. Правда, в Техасе это был холодный чай со льдом, но все равно чашка чая. Еще этот человек невероятно любил и любит Бога, и любит священное писание. Хауэрд Хендрикс – человек с огромным чувством юмора. Автор, пожалуй, лучший из книжек по изучению Библии. К сожалению, эта книжка пока не переведена на русский язык. Но этой книжкой мы с вами будем активно пользоваться в нашем курсе. Из нее большая часть материала в наших слайдах будет. Living by the book – жить по книге. И Хауэрд Хендрикс с присущим ему чувством юмора очень часто повторяет одну фразу. Фраза эта звучит так. It's a sin to bore people with the word of God. Это грех заставлять людей скучать над Словом Божьим. Или можно перевести так. Это грех надоедать людям, утомлять людей Божьим Словом. Иными словами, вот если мы объясняем Библию или проповедуем из Библии так, что люди спят, то проблема не только со спящими, но и с проповедующими. Как в том старом анекдоте, когда пастор проповедует, он замечает, что человек в переднем ряду спит. Причем так голову повесил, уже храпит, все конкретно. И пастор подзывает диакона. Он говорит, Саш, пойди, разбуди человека. На что диакон отвечает, нет, пастор, вы его усыпили, вы его и будите. Вот это то, о чем Хауэр Хенрикс говорит в своих курсах, что грех утомлять людей или заставлять людей скучать над Божьим Словом. И вот этой страстью к Божьему Слову, который во многом обязан Хауэр Хенриксу, я бы хотел поделиться и с вами. Хочу, чтобы этот курс был заразным. Заразным в хорошем смысле. И более того, чтобы эта хорошая зараза передавалась. Вот сейчас, ну, хватит уж и себе, действительно хватит. Давайте немножко с вами познакомимся. Я хотел бы попросить каждого из вас, начиная вот с переднего ряда, слева от меня, представиться и ответить на два вопроса. Первое. Причем, скажем, на два вопроса, на эти отвечайте, пожалуйста, не полностью, там, не все, что думаете, а хотя бы по одному ответу на каждый из них. Представляетесь? Представляетесь? Первый вопрос. Как вы думаете, почему полезно или так? Почему хорошо изучать Библию? Всего один аргумент. И второй вопрос. Как вы думаете, а почему люди не изучают или мало изучают Библию? Если хотите, можете применить к себе. Почему вы не изучаете или мало изучаете Библию? Итак, представьтесь, почему хорошо изучать Библию, и почему люди вообще, или вы конкретно, не изучаете или мало изучаете Библию. Давайте с вас, Саша, начнем. Представьтесь, пожалуйста, Саша. Меня Александр. А, слушайте, а я все время его называю Саша, а он Александр. Так, Александр, исправлюсь. Мне зовут Шур. Исправлюсь. Александр, Саша, как хотите? Как хотите, спасибо. вот значит почему я считаю полезным изучать библию да да потому что я считаю библию это компас ну скажем так если инструкция по эксплуатации человека если так сказали или компасом по нашей жизни то есть потому что она написана богом без нее мы не можем не состоянии ответить на все эти вопросы которые мы сами за себе задаем это первый вопрос куда нам плыть да без библии нам это непонятно не только есенина и нам тоже да дальше второй вопрос это который значит почему не изучают почему не изучаем ну я считаю что во многом этому способствует потому что библия может быть обличает человека во многом поэтому хауэр хенрикс говорил по этому поводу тоже очень хорошую фразу и это слишком уж обличает пронизывает не всегда легко идти на операционный стол не всегда легко делать себе уколы или когда теперь когда тебе делают уколы а вот библия на то уколы делает и особенно если начинаешь изучать библию серьезно если начинаешь применять ее к себе эти уколы бывают это уколы хорошие это уколы целебные но иногда бывает больно и мы говорим давайте не будем заниматься библии просто будем всех любить я тебя люблю ты меня любишь и все все будет нормально общая такая любовь и согласие вот господь то предусмотрел нечто иное спасибо большое александр едем дальше библию стоит изучать всего просто потому что библия открывает личность бога то есть она из абстрактного как очень часто человек воспринимает бога из нечто непонятного он открывает кто такой бог такой иисус христос кто такой дух святой то есть немножко и приобретает вполне конкретные черты характера то есть принят конкретную личность они нечто непонятное и почему люди не изучают библию потому что мне кажется что библия заставляет работать работать голову работать сердце то есть как саша говорил про уколы для сердца также после этого укола сердце необходимо работать то есть не нельзя просто так ты пришел на операцию тебя разрезали но ничего делать не стали то есть нужен результат результат в голове результат в сердце да совершенно верно или а по поводу первых первых первое ваше утверждение вы говорили о том что мы познаем бога конкретно вы знаете очень часто рассуждение о боге которые приходится слышать связаны как раз с тем что люди не знают бога конкретно не знают его качество не знает его характер например говорят мы все разные веры все верим в одного и того же бога как только мне человек говорит о том что христиане и мусульмане верят в одного и того же бога но возникает несколько вопросов и в частности вопросы о том знают ли они знают ли человек о том какой это бог и более того знает ли человек этого бога лично потому что читая библию читая коран мы приходим к тому что да похожие черты есть их можно свидетельствовать использовать в частности в свидетельствовании в чтобы донести евангелие но по сути по своему характеру по своей сущности бог оказывается разным например бог мусульманина никогда не знает и мы не можем предсказать вот мы придем перед богом предстанем вот никогда неизвестно в каком он настроении будет и куда у нас отправит у нас примет к себе или он нас примет а или он нас отправит куда-нибудь подальше есть правда способы но все-таки более или менее гарантировать себе доброе расположение в глазах бога но эти способы связаны с действиями которые в современном мире принято называть терроризмом читая священное писание мы видим бога совершенно другого бога который верен своему слову как на которого мы можем рассчитывать на который мы можем уповать и вот то что вы сказали или очень точно отражается одну из целей изучения библии что познать бога познать его лучше познать его лично и насчет работы да да это серьезная работа это чем мы будем с вами заниматься на этом курсе на нашем курсе потребует на серьезной работы иногда вы можете рассказать что ну вот у меня нет столько времени у меня нет столько сил молитесь богу и о том и о другом даст и время и силы но поработать придется спасибо и еще у нас один человек да пожалуйста вот они хочу тоже присоединиться ко всем что было сказано библии можно говорить бесконечно важности вот но для меня вот прежде всего это библия дала смысл моей жизни библия дает мне много надежды и вот когда читаешь ветхозаветных героев новых заветных героев видишь как бог как они видели руку божью в своей жизни и можно научиться видеть руку божью в своей жизни спасибо большое и вот на самом деле татьяна сказала тоже важная вещь когда читаешь о ветхозаветных и новозаветных героев видишь как они воспринимали по руку божию начинаешь сам видеть руку божию своей жизни очень важно читая о ветхозаветных и новозаветных героях видите как живых людей не как какие-то такие эти муляжи наглядные пособия по священной истории а людей с их радостями с и горестями с их страстью с их борением с их непоследовательностью и тем как бог действует в этих людях вдруг понимаешь что в чем-то ты похож на этих людей а уж бог тем более не изменился он тот же вчера сегодня и вовек соответственно в тебе он действует также и мы с вами в нашем курсе будем говорить о том как видеть в героях библейских действительно живых людей мы будем видеть живые ситуации жизненные ситуации и потом кстати говоря когда вы будете допустим преподавать или проповедовать по священному писанию если эта книга если эта ситуация прошла через ваше сердце вот тогда вы сможете до других донести потому что вы пройдете вот эту вот этот шаг о котором сказала татьяна вы видите божью руку в жизни других людей и вы начинаете ее видеть в собственной жизни и для вас это все уже не теория а самая настоящая практика большое спасибо для начала мне бы хотелось представить вам тот метод который мы будем использовать который мы будем использовать для изучения священного писания для многих он знаком для кого-то не очень знаком но ничего сногсшибательного ничего такого совершенно неожиданного в этом нет потому что этот метод эти шаги эти три шага работают в нашей жизни применительно ко многим ситуациям три шага это наблюдение толкование и применение на слайде перед вами эти шаги на каждом из шагов мы отвечаем на некоторый основополагающий вопрос на стадии наблюдения это вопрос что я вижу на стадии толкования это вопрос пожалуйста что это значит да перед вами все на слайдах и на стадии применения что мне с этим делать с этим и что мне по этому поводу делать а ничего удивительного ничего сногсшибательного здесь нет допустим вы приходите домой если вы хороший супруг хороший семьянин не до в отношениях с родителями может быть дал кто еще или с друзьями вы всегда проявляете вы всегда пользуетесь этим же самым методом вы делаете вот эти проделываете эти шаги например вы приходите домой открываете дверь и жена вас не встречает то есть она не вышла к вам дверь к вам в двери выходите к ней на кухню говорите привет она говорит вы говорите как дела вы говорите а нормально все я пошел телевизор смотреть и друг через некоторое время она обижается вопрос а почему она обиделась ведь она же вы же спросили как дела она сказала нормально очень все нормально пожалуйста ответы вслух вы как вы думаете почему она обиделась той ситуации который описал так как я ее вам описывал сейчас потому что человек только занимался наблюдением толкованием не занимался ну по-моему даже наблюдением не занялся но хотя может быть в виде занимался да значит он должен был сначала пронаблюдать допустим знаешь что обычно жена его его встречает у двери сейчас не встретила это первое наблюдение второе а она кухне у нее допустим грустное лицо может быть обиженное уже лицо третье он услышал только ответ на вопрос нормально но не обратил внимание ни на выражение лица ни на жесты ни на интонацию голоса нормально эти слова нормально в русском языке очень забавное такое слово оно имеет целый спектр значения спросишь алкоголика как жизнь нормально для него нормально значит за этим словом вообще говоря нужно смотреть что за ним стоит человек не произвел не проявил наблюдение скорее всего соответственно человек не получил неверное толкование и соответственно и применить применением возникли проблемы вместо того чтобы попытаться разобраться что к чему помочь как-то жене утешить ее выслушать сначала ее он идет и смотрит телевизор или садится за компьютер значит проблема в наблюдении привели к неверному толкованию и уже к совершенно неверному применению то есть вот этот метод наблюдения толкования применения не для слова божия придумали этот метод познания жизни который бог использует для использует во всех сферах нашей жизни во всех сферах нашего бытия поэтому ничего нового здесь нет вопрос только в том что мы не всегда бываем наблюдательными людьми вот сегодня мы с вами будем говорить о наблюдении с понедельника по четверг со вторника по четверг и наверное утром в пятницу мы будем говорить и практиковаться в толковании и в пятницу мы закончим своим применением священного писания тем как применять священное писание и на всех занятиях кроме вот этого и следующего часа нам нужны будут библии обязательно потому что каждый потому что мы постоянно будем работать с священным писанием а